13 часов 7 минут, микрофон Наталья Костицына. Здравствуйте, мы продолжаем петербургский эфир Эхо. И давненько не было у нас в студии Юрия Юрьевича Болдырева, который сейчас напротив меня, экономист, публицист, писатель Юрий Юрьевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, писатель, раз я упомянула в перечисление, да, ваших занятий, интересов по жизни, совершенно случайно тут перед эфиром мы выяснили, что сегодня презентация книги вашей. Да, в 7 вечера в доме книги, на Невском, дом Зингера, приходите. Но не писатель, потому что это все-таки публицистика. Это вышла уже четвертая, заключительная книга из серии «Хроника мутного времени». Заключительная? То есть больше писать нечем, мутное время, и с мутное время оно пришло? Вот то мутное время закончилось. Последняя книга так и называется, 2011-2012, операция «Подмена». То есть последняя подмена того мутного времени была блестяще разыграна, со всей этой оранжевой угрозой, с отвращением масс людей от этой вроде как революции. Им это удалось блестяще разыграть, как по нотам. Им это кому? Ну, власти в данном случае. Значит, а будет ли новое время менее мутным, мы не знаем. Это как бы предисловие этим вопросом и заканчиваем. Но это публицистика, это не... Это то, что я писал на протяжении как раз 2011-2012 года в столетии. Но работа со столетием прекратилась, ввиду того, что я сделал, с их точки зрения, неправильный выбор в ходе президентской кампании. Не того кандидата поддержал. А вы кого поддержали? Я же был доверен лицом Зюганова. За это меня попросили покинуть. Но сейчас я публикуюсь. В основном есть такое издание «Свободная пресса», ну и плюс «Гайдпарк». И плюс «Литературная газета», вот полгода они меня просили воздержаться, сейчас снова просили вернуться. То есть с октября, наверное, снова восстановятся колонки, но уже будут раз в месяц колонки «Литературная газета». Слушайте, а вы же на «Свободе» выступали, да? В «Имиту» когда-нибудь? В «Радио» «Свобода»? Когда-нибудь? Да нет, вроде как-то вот совсем недавно не были там. Нет, как-то давно. А, как-то меня... Ну, вы знаете, да, что «Свобода» все уходит в интернет. Можно как-то что-то прокомментировать сколько-то месяцев назад. Нет, я у них давно тоже не был. Вы имеете то, что закрывает... Да, да, да. Ну, вы знаете, дело в том, что... Но ожидаемо, да? Нет, дело в том, что их ведь и не было слышно в Москве и Питере уже практически давно, в крупнейших центрах. И, в общем, я так думаю, что это просто потеряло смысл. То есть, одно дело, если у вас есть волна «ФМ», которую каждый едущий на работу может включить и слушать, а если у вас такой «ФМ» волны нет, то это теряет смысл просто, эфирное вещание. Я думаю, что это просто оптимизация, с их точки зрения, я думаю, вполне разумная. То есть, интернет-аудитория вполне перекрывает все, что они могли... Юрий Юрьевич, ну вот смутное время, да, окончилось. Ну что, наступило смутное время. Наступили смутные времена. Нет, нет, вы знаете, я исхожу из того, что все-таки вот именно в течение последних полутора лет очень многое прояснилось. И внутри страны, и снаружи. Правда, сейчас снова все пытаются замутить. То есть, вплоть до того, что у нас сейчас раскручивается волна, что Россия якобы опять вкатывается в изоляционизм. Это полный абсурд и бред. То есть, у нас как, с одной стороны, говорят, принимаются какие-то законы типа безопасности, у нас вроде так USAID изгоняется, у нас какие-то демонстративные шаги именно, как я понимаю, призваны замутить ситуацию. Потому что реально, реально, наоборот, мы открываемся практически полностью. То есть... Открываемся миру? Открываемся не в лучшем смысле, как вы открываете весной окна, а в том смысле, что право открывать и закрывать окна и двери мы передаем туда. Мы не сами теперь регулируем, насколько у нас окна и двери открыты. И наши законы теперь будут проверяться судом ВТО на предмет целесообразности необходимости. Это что, и хорошо, согласитесь. Нет, я не могу с этим согласиться, потому что... Мы начинаем играть по правилам игры цивилизованного мира. Не могу с вами никак согласиться. Значит, у нас очень короткая передача. Мне на эту тему пришлось много писать, в том числе, вот, в Гайдпарке можно найти цикл статей ПВТО, там прямо часть первая, часть вторая, часть третья, где я расписал подробно и с общей точки зрения, и что это за правила, всем ли они выгодны, едины ли это правила, и на каких конкретных условиях вступает Россия. То есть, там нет вообще единых правил. Правила для каждой страны очень разные. Но это то, что мы выторговывали, в частности, и для России. Мы выторговывали, это то, что мы сдавали и сливали. Это немножко по-разному звучит. Значит, для всех, кто говорит, что Китай вступила хорошо, я хочу подчеркнуть, что по ключевому стратегическому вопросу, для России это нефть, газ, природные ресурсы, для Китая это редкоземельные металлы, то есть, доступ к своей инфраструктуре, информации обо всем, что находится внутри Китай, геофизические услуги защитил на 95%. На 95%. А мы? А мы этот вопрос вообще даже не поставили на переговор. Я об этом много раз говорил. Во времена, когда переговоры шли, я сотрудничал с такой организацией, союз нефтегазсервис, мы приглашали представителей переговорной группы, союз нефтегазсервис, организация общественная, которая обедняла тех, кто связан с этим самым сервисом, слово для нас непривычно, со всем, что касается высоких технологий вокруг природных ресурсов. Так он приглашает представителей группы, и, в общем, приходили девочки совершенно смешные, правильно сидящие, правильно говорящие, но ничего по существу даже не понимающие. И нам так неформально дали понять, что вообще-то мы живем при капитализме, вопрос лоббирования, те, кто сильные, те, кто лоббирует, те, кто могут пролоббировать свой интерес, те чего-то и добиваются. Понятно, что униженные, заниженные наши высокие технологии финансово пролоббировать не могут ничего. Особенно против... У нас есть эти высокие технологии, Юрий Юрьевич? Вы знаете, я пришел из оборонки. У нас были колоссальные высокие технологии. Ну, когда же это было-то? Раз. Второе. В Норвегии не было высоких технологий, но они так выстроили систему доступа к норвежским природным ресурсам, что они с ноля создали колоссально высококонкурентно во всем мире машиностроение и весь технологический цикл. То есть, Норвегия вообще с нуля все это сделала. И у нас все возможности до сегодняшнего дня, как называется, повернуть свои природные ресурсы на заказы машиностроению, расположенному на территории своей страны, причем полного цикла, у нас все эти возможности до последнего момента, до вступления ВТО были. Значит, последний удар, который нанесен в ВТО, о котором мало кто знает, я об этом говорил, не стоит говорить, в законе о соглашении раздельных продукций была норма, обязывающая к прямой протекции производительству на российской территории. Я подчеркну, не старые советские заводы, а производство на российской территории, востребования российских инженеров, рабочих и так далее. Значит, было прямо записано, что 70% оборудования и услуг должно поставляться, производиться на российской территории. Так вот, со вступлением в ВТО эта норма автоматически перестает действовать. Там даже был специальный оговорок, что при вступлении в ВТО норма перестает действовать. К чему это приведет, с большей точки зрения? Это не меняет никак нашей жизни сегодня, но это радикально ухудшает перспективы. То есть, по норвежскому пути мы пойти в рамках ВТО никак не можем. Без ВТО мы могли пойти по норвежскому пути, этот путь Норвегия реализовывала до ВТО и без ВТО. Значит, этот путь нам уже заказан. Все, кто говорят, что давайте вот как в Норвегии, как в Норвегии именно ВТО и не позволяет. Это первое. Второе. Вот вы знаете, когда мне пришлось сейчас во многих дискуссиях участвовать на эту тему, в конце концов, последний аргумент тех, кто вот за ВТО был такой. Ну, я показывал, что в конце концов мы уступаем существенную часть суверенитета страны, суверенитета государства. На примерах докажите, что значит? Ну, приведу совсем простой пример. Вот если возьмете Конституцию, там есть предмет ведения Российской Федерации. Вот таможенное регулирование – это предмет ведения Российской Федерации. Демократия предполагает, что не может быть такого, что одна власть пришла и раз и навсегда по вопросам ведения Российской Федерации установила что-то, что следующее, меняющаяся власть, изменить уже не может. Принцип демократии – это не только принцип выборности, но принцип, что каждая следующая власть может исправлять ошибки предыдущей. Так вот, один из предметов ведения Российской Федерации – таможенное регулирование. Мы в очень значительной степени уступили некой внешней организации, что с моей точки зрения прямо противоречит – Ну, уступили в каком плане? Вот объясните мне на пальцах. Не понимаю. – На пальцах. Если завтра сменится власть, и вы станете президентом России, и предположим, вы захотите проводить политику развития как в Норвегии, как в Норвегии, подчеркиваю, не какую-то дикую азиатскую, а вот как в Норвегии, для этого нужно будет не временностью минуты для чего-то паразитирования, а долгосрочно, 20-25 лет, установить таможенные пошли на ввоз готовых, например, бурового оборудования, но открыть двери для ввоза и строительства заводов по производству бурового оборудования у нас на российской территории. Для того, чтобы поддержать наши, скажем, петербургские судостроительные заводы и так далее, нужно будет запретить ввоз плавучих буровых платформ, например, для шельфа, но открыть, создать условия для того, чтобы можно было ввозить новые заводы или внедрить новые технологии старых наших судостроительных заводов, для того, чтобы началось развитие. Вы захотите все это сделать. Для этого вам нужно будет установить вот такие таможенные пошлины, долгосрочные, чтобы все знали не суминутно, ведь если вы установите временно таможенную пошлину, никто, деньги не ввезет. А если вы установите это на 25 лет, и все будут знать, что 25 лет с готовым товаром на эту тему в Россию прийти невозможно, а заводы можно строить, они несколько раз окупятся за это время, вот у вас инвестиционный бум, промышленный бум, потому что есть спрос, есть природный ресурс, есть все для промышленного бума. Вы это делаете, после чего все, кто понесут ущерб от этого, предъявляют вам иски и требуют через суд ВТО, чтобы вы оплатили их ущербы, включая недополучную прибыль от того, что они не поставили сюда готовое оборудование. И вы, как миленькие, будете платить. А если вы захотите выйти из ВТО, то и в этом случае вы должны будете платить ущербы всем, кто понес ущерб от того, что вы изменили правила. Тогда объясните мне, пожалуйста, вы приводите постоянно в пример Норвегию. Перед эфиром мы с вами обменялись впечатлениями о Франции, вы сказали о том, что Франция как раз одна из тех стран, которые очень здорово блюдут свои в частности и государственные интересы. Франция ведь тоже член ВТО. Совершенно верно. Значит, первое, что надо знать, правила ВТО для всех разные. Зафиксировали. Все страны входят в ВТО на разных условиях. ВТО – это механизм постепенного взаимного открытия рынков. Мне пришлось сейчас на одной лекции привить пример. Для того, чтобы понимать выгодность и невыгодность конкретно сегодня вступления в ВТО, достаточно знать всего два параметра. Первый. Есть такой глобальный рейтинг конкурентоспособности. По этому глобальному рейтингу конкурентоспособности Россия на 67-м месте в мире. А сколько всего? Ну, 100, там 50. А есть еще один рейтинг, который входит в состав, кстати, этого глобального. Это емкость внутреннего рынка. Так вот, по емкости внутреннего рынка Россия на седьмом месте в мире. Значит, страна, у которой на седьмом месте в мире емкость внутреннего рынка и на 67-м месте в мире ее глобальная конкурентоспособность, открывает свой рынок тем, кто наоборот на седьмом месте в мире по конкурентоспособности и на комнате 67-м по емкости внутреннего рынка. Кто кому рынок открывает? Понятно ли, что вся мировая экономика, дипломатия, политика, войны – это все за открытие рынков? И вот здесь страна просто сдает свои рынки без вопросов. Теперь, вы спросили по Франции. Значит, я лучше знал по Франции на период практически еще до ВТО. Я во Франции был последний раз в 1995 году, когда ВТО создавалось. Я знаю, что французы всегда проводили очень жестко протеционистскую политику по всем направлениям, где они считали, что это их национальный интерес. Это касается судостроения, авиастроения совместных В Титрале последние, да, вспоминаю. Значит, на тот момент, начало 90-х годов, этот пример был очень яркий. Помните, у нас в конце 80-х годов ходил анекдот, что мы отстали от Японии навсегда, да? Ну, и что Европа отстала от Японии. То есть, французы не смирились. К концу 80-х годов лучшие скоростные и железные дороги были в Японии. Французы не смирились и стали делать свое. Им говорили, что вы идиоты, нельзя тратить национальные деньги, ресурсы государственные, где-то вкладывали. Они взяли и сделали лучшую в мире. В начале 90-х годов уже французская скоростная железная дорога была лучшая в мире. Я к чему? К тому, что догматы на тему, если кто-то что-то умеет делать лучше, чем мы, да и нехай он делает, это для вульгарных либералов, изменников Родины или просто недалеких людей. А я обращаю ваше внимание, что я сознательно смягчил или просто недалеких людей. Потому что хочешь не хочешь, даже если взять ту же Испанию, ту же Португалию, ту же Грецию, они вроде в единой семье народов европейских, вроде ура, вперед, мы все. А нет. Германия, Франция глядут в свои интересы, и они отвели Испанию, Португалию и Греции только те ниши, которые являются глубоко вспомогательными. И вот наступает кризис, и выясняют, что желающих отдыхать-то меньше, чем нужно для обеспечения населения Испании и той же Греции. И выясняется, что у Франции, у Германии механизмы адаптации к кризису есть, а у Греции и Испании нет. Не оказалось. Там тепло, там здорово, там такие же европейцы. А путей самореализации нет. И дошло до того, что из Португалии молодые люди сейчас уезжают на... А, кстати, я предвосхищу, вы мне сказали, что во Франции, обратите внимание, что стало меньше иммигрантов. Да, обратите внимание сейчас. Но, может быть, я не в тех местах, я не в Марселе была. Я не исключаю, что это возможность очистительного механизма кризиса. Европа перестаёт быть столь сладким местом, в основном для определённых категорий. И уже из Португалии молодые специалисты едут на заработки в Бразилию и, сразу же сказать, в Анголу. Вот парадокс современного мира. Хорошо ли это для Португалии? Для Португалии, которая оказалась совсем далеко от столбового пути развития. Я возвращаюсь, закончу просто здесь мысли. Ещё раз. Значит, самая главная проблема с ВТО, что принимаются необратимые решения, которые существенно ограничены национальный суверенитет. Завтра, через 5 лет, через 4 года у нас будут выборы в парламент. Все будут думать, что мы сбираем Петрова или Сидорова. Он будет или партию синюю-зелёную. Они будут говорить, мы примем такие законы, другие. Это будет наполовину ложь. Потому что нужно будет... У каждого спрашивают, ребята, а как ваш закон будет согласоваться с ВТО, ВТО-то разрешит вам, а суд ВТО пропустит этот закон. Если он не пропустит, то что собирает сделать? Платить компенсацией или вы ставите вопрос о том, что будем выходить из ВТО? Вот ведь ситуация. Юрий Юрьевич, когда станут, с Вашей точки зрения, заметны последствия вступления в ВТО? Вот как-то такой вот мрак вы догнали. Последствия развития становятся заметны не сразу, и последствия деградации становятся заметны не сразу. Страна деградирует в том числе десятилетиями и поколениями. Значит, если... Вот сколько бы мы ни говорили о проблемах образования. Но если промышленность не будет востребовать инженеров, то процветать будут только компании, вывозящие инженеров в Норвегию и в другие страны. Вот в Норвегии действуют государственные, полугосударственные, скрытые программы по вывозу мозгов. Биотехнологии, инженерных технологий и прочее. Врачей, как выяснилось. Вывозят. Они понимают, что в это нужно вкладывать ресурсы, и у них это востребуется. У нас чисто механистически, инерционно, или потому что мы понимаем, что типа надо. Значит, образование продолжает производить кадры, но они не востребуются своей промышленностью. Значит, а есть неумолимые законы мира. Они даже затронули сейчас Европу и США в некоторой степени. Закон заключается в том, что если вы хотите науку оставить у себя, образование у себя, а производство перенести куда-то, то неминуемо наука и образование не сразу, но в течение поколения примерно тоже переместятся туда же. Юго-Восточная Азия достигает самодостаточности и все больше и больше начинает переманивать в том числе научные и образованные кадры. И наука уже начинает уходить из Европы и из США. А у нас этот процесс носит куда более выраженные, ускоренные формы. А страна без науки образования – это просто деградирующая площадка. Ну, понятно. В общем, мутное время – смутное время. Последнее, заканчиваю. Дело в том, что вот вы меня еще спросили, а что суверенитет? А на многих дискуссиях ответ был такой. Ну, что, вы же понимаете, суверенитет-то вообще вещь такая устаревшая. Суверенитет государства вообще не должно быть уже. Все уже иначе в современном мире. Дошло до того, что мне вот 20-го числа пришлось лекцию МГИМО читать, да, и я ее назвал «Суверенитет государства». Это ценность или атовизм? То есть многие потом комментаторы меня спрашивают, ну, а как же ты мог поставить такой вопрос? А вот я вынужден так ставить вопрос, потому что не вот публично, а на всяких дискуссиях по ВТО, открытым текстом говоришь, что суверенитет – вещь вторевшая, теперь вообще глобальная корпорация больше роль играет. А суверенитет – это вчерашний день. Понимаете, вот до этого мне студентам МГИМО пришлось читать лекцию на тему «Суверенитет устарел или нет? Или он нам нужен?» Юрий Юрьевич Болдарев у нас в студии к политике. Но вы обратили внимание, почему мы начали с вами мутные и смутные времена, вот целая серия законопроектов, которые рассматриваются в Государственной Думе, вот из последних будет обсуждаться законопроект, он уже готов об уголовном наказании за оскорбление религиозных чувств, далее законопроекты о госизмене, то есть наши слушатели, многие, ну как быть, наши слушатели эхо все хорошо наслышаны об этом. Что? Закручивание гаек? Каждая гаек имеет несколько сторон. Значит, я бы сказал так, первое, элемент симуляции в этом недвусмысленно просматривается, то есть в ситуации, когда ключевые стратегические интересы сдаются, недвусмысленно сдаются. Обратите внимание, что уже и Путин по пути на саммит АТС нужно поставить вопрос о том, что что-то там в правилах ВТО не совсем так, и вот мы как-то не так адаптируемся, вот давайте берем совещание, совещание как нам адаптироваться к правилам ВТО, приехали, как нам не дать таким-то отраслям упасть и так далее, и это все совещание уже впустую, поезд ушел, и здесь ничего уже они всерьез-то не сделают. То есть они задним числом пытаются изобразить активность, что они вроде собираются что-то национальное защитить. Это пустое. Точно так же они пытаются задним числом изобразить, что мы пытаемся там национальные секреты защитить, вот церковь защитить, еще что-то. Понимаете, дело в том, что из тех, кто что-то предлагал на эту тему, там наверняка есть много искренних людей, которые видят, что творится, и что законы в том числе и в области защиты ГОСТА и так далее у нас куда менее четкие, ясные, однозначные, универсальные, нежели в тех же Соединенных Штатах Америки, если на то пошло. То есть кто-то нам скажет, а нам и не надо, как в Америке. Если надо, как в Америке, тогда это будет деградирующая территория. То есть либо делаете, как в Америке, очень строго и жестко, и тогда это касается не госизмены, но другого близкого, о чем вообще все говорят, что за это сажать не надо экономических преступлений. Вот только что прозвучала новость по-вашему вчера, по-моему, радио, что какого-то человека сует за мошенничество, потому что он поставлял некачественную арматуру электростанциям. Вы знаете, у нас тут была авария, там купол рухнул и так далее. Несертифицированная, поддельная, некачественная и так далее. Так вот, этому человеку, который поставил под угрозу жизни вообще-то миллионов людей своей деятельностью, ему грозит максимум, по нашему закону, до 10 лет тюрьмы. А в США ему могли бы дать и 150. Понимаете разницу? Значит, либо мы делаем в этом смысле строго и жестко, как в том числе в США, в Китае, в Германии и так далее. Но строго прописывая. Да. Строго и жестко, либо мы деградирующая территория. Ничто третье просто не дано. Просто надо это вот априори четко понимать. Значит, какого качества будут приниматься эти законы, то есть насколько они будут адекватны, не будет ли там глупостей явных, не будет ли там нестыковок, будут ли там лазейки для того, чтобы следователь вот так вот Наганна-Нагасила сказал, так ты вот так деликат. Да, но, к сожалению, многие законы, которые принимаются у нас в последнее время, они имеют именно вот те самые лазейки. Это не вопрос содержания инициатив, это вопрос содержания нашей системы власти, парламентских выборов, наличия, обратной связи и так далее. Вся система власти никуда. Поэтому любой закон, который будет приниматься, априори можно говорить, что он будет как минимум некачественно исполненной, потому что это такая машинка для голосования. Скажите, а вот те законы, которые сейчас принимаются, они что, самые важные для законодателей? Я не говорю об ужесточении там. А перевод стрелок туда, вот часы, перевод стрелок туда сюда, это что было самое важное? А энергосберегающие лампочки, что было самое важное? Это все симулирование активности. Уходим на новости. Часов 35 минут. Я напоминаю, что у нас в студии Юрий Юрьевич Болдырев. Давайте напомним, где сегодня? В доме книги у вас? В доме книги, дом Зингера, на Невском, в 7 вечера, представление новой книги. Додевайте наушники. Одеваю. Вопросы слушатели принимать будем. 327-8251, номер эфирного телефона и ваши вопросы Юрию Юрьевичу Болдыреву. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Здрасте. Алло. Алло. Здравствуйте, Юрий Юрьевич. Вадим меня зовут. Да, здрасте, Вадим. Юрий Юрьевич, вы не могли бы объяснить с логической точки зрения, по какой причине 170 стран, которые уже вошли в ВТО, ни одна не пытается из нее выйти? То есть всех условий ВТО устраивает на 100%. И очередь, по-моему, еще 34 страны. Понятно. Вот, пожалуйста, вот это. Спасибо, Вадим, за вопрос. Вы знаете, я думаю, что это очень глубокое заблуждение, что всех все устраивает. Дело в том, что вот на конференции по ВТО, которая была 31 мая, в Москве международная конференция, там выступал в том числе представитель, ну, африканист. И он привел удивительные данные. За период существования ВТО, за 17 лет, ни одна страна Африки, включая даже Южноафриканскую республику, развитую страну, не смогла подать иск в суд ВТО. Даже подать. Пытались, но не получалось. При том, что страны Африки постоянно являются ответчиками в суде ВТО перед США и странами Европы. А что же вы хотите? А вы, вот молодой человек, Вадим, да, который сейчас звонил, я вам рекомендую самому зайти на сайт ВТО. Не наши какие-то сайты за ВТО, против, а вот на официальный сайт ВТО. Вы там найдете какие-то документы. Но обратите внимание, там есть приписка, что это не аутентичные тексты. Вот я, как человек, работавший в парламентах, хорошо знаю, что те, кто готовит те или иные правила и нормы, лучше знают, как к ним распорядиться, какие подводные камни даже заложили. Человеку со стороны годы пройду, чтобы он хотя бы разобрался, как их применять. А здесь еще механизм. Неаутентичные тексты. Если вы думаете, что вы учитесь на прекрасного, замечательного юриста, проведете все аспирантуры, адвокатуры, все что угодно еще, и будете защищать интересы того или иного нашего предприятия в суде, ВТО глубоко заблуждаетесь. Вы даже на эти тексты, которые возьмет от официального сайта, ссылаться не сможете. Это не аутентичные тексты. Я на этом примере показываю, какие даже наблюдаемые отсюда подводные камни заложены для того, чтобы человек со стороны, организация со стороны, государство со стороны в принципе была ограничена возможность защитить свои интересы в этом прекрасном суде. Юрий Юрьевич, скажите мне, Паш, чтобы поставить все точки над «и», то есть вы изначально против были вступления в ВТО или все-таки за вступление в ВТО, но про писанности, про проработанности вступления с нашей стороны? Очень хороший вопрос. Спасибо за него. Вот я как раз ссылался на цикл своих статей в Гайдпарке. Это весна этого года. Там как раз есть часть первая, часть вторая, часть третья. Я как раз показываю, вот что такое правило в принципе, для чего организация создана в принципе, а вот конкретно наши условия. Значит, если уж вступать, то, конечно, не на таких правилах, как мы вступили, а раз, два, три на других. Это первое. А второе, конечно, я против этой организации в принципе. Эта организация, созданная в обход ООН, вместо ООНовской экономической организации, которую американцы не признали, это организация, созданная вопреки СССР, против СССР. Эта организация, созданная для завоевания рынков самыми разными на тот момент государствами. Предыстория. 95-й год, когда уже ВТО формировалось, это организация, создававшаяся после крушения СССР, в ситуации чрезвычайной слабости СССР, когда СССР уже ничего вообще не могло никому не то что противопоставить, а предложить альтернативное. И, в общем, США просто диктовали всем условия. Я, в принципе, против этой организации. И я думаю, что эта организация как таковая либо приведет мир к какому-то колоссальному катастрофическому кризису, либо эта организация, ее принципы должны в ближайшее время рухнуть. Ваша точка зрения понятна. 327-8251, надевайте наушники. Вопросы наши слушатели. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Татьяна Ефимовна. Да, Татьяна Ефимовна. Я очень внимательно слушала Юрия Юрьевича. И до того он таким же проникновенным голосом рассказывал нам, еще давно, я помню, я очень внимательно вашу станцию слушаю, как нужно нам голосовать за Владимира Владимировича. Так получается, что он был не прав тогда? Или как-то я не очень хорошо... Татьяна Ефимовна, спасибо большое за звонок. Чего-то я не помню. Правда, я давненько с вами в эфире не сидела. Можно предположить, что я не признаюсь. Да, но вот уважаемая Наталья тоже говорит, что она не помнит такого. Вы знаете, никогда в жизни, не то, что не призвал голосовать за Путина, а наоборот, всегда старался объяснить, почему с моей точки зрения в коем случае этого делать нельзя. А почему? Напомните. Или уже поменяли свою точку зрения? Нет, не менял. Дело в том, что всем очень хотелось верить в то, что это такой разведчик, залегендировавшийся, проникший, сумевший перехитрить Ельцина, Березовского, Чубайса и всю команду, а вот теперь он поднимет Россию с колен. Мне всегда приходилось говорить, что на это надеяться можно рассчитывать. Нет ни малейших оснований. Значит, Путин человек, который был многократно проверен Ельцинской командой в период уже такой жесткой деградации Ельцинской команды. В период, когда ельцинская команда уже практически встала на курс сдачи всех ключевых интересов великой державы не потенциальному, а стратегическому конкуренту и противнику на протяжении длительного периода времени. И нет ни малейших оснований, к сожалению, полагать, что Путин сошел с этих позиций. Это человек, поставленный командой Ельцина для реализации конкретных совершенно задач. Он их реализует просто тоньше, хитрее, умнее, чем от дел Ельцин. Но ни малейших оснований считать, что это что-то другое, что это в чем-то, хоть сколько-нибудь более национально ориентированное, к сожалению, у меня нет. 327-8251, еще один звонок, успеем принять. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, Наталья Петровна. Здравствуйте, Наталья Петровна. Простите, можно немножко на другую тему, не на ВТО? Вопрос, если возможно, кратко, да? Да. Юрий Юрьевич, как вы считаете, вот оппозиция очень расстраивается, что не увеличивается количество народу на миссингах. Как вы полагаете, не пора ли к политическим требованиям добавить экономические? Спасибо. Спасибо. Значит, у нас ведь во главе процесса стоят люди, в кавычках, прихватизаторы. В свое время они так прихватизируют термин демократ, что вроде я оказался не среди демократов, да? Сейчас точно так же прихватизируют термин оппозиция. Значит, я напомню, в период самого разгара декабрьских митингов, ну, просто замечательный, великий, сильный, умница человек Олег Смолин, кстати, много выступавший, кстати, на радиостанции ЭКО, ну, просто потрясающий человек, два часа простоял, он был официально от КПРФ делегирован, два часа простоял под трибуны, ему так и не дали слова. То есть это не оппозиция, значит, те, кто организует. Те, кто организует, с моей точки зрения, изначально разыгрывали все это по нотам, в точном согласовании с администрацией президента, я так это понимаю, и их задача была исключительно ввести это все в свисток, в гудок и так далее. Значит, то, что регулярно в качестве ключевых персонажей вместо Олега Смолина, например, оказывались люди типа дочки нашего бывшего мэра Собчака, и вот они уже всем интервью раздают, и вот они уже рассказывают, какое должно быть гражданское сопротивление и так далее, говорит о том, что все это изначально операция подмена. У меня книга так называется, 2011-2012, операция подмена. То есть то, что вы называете оппозицией, с моей точки зрения, на самом деле содержательной оппозицией не является. Но отвечаю, все-таки три секунды у нас остается на вопрос Натальи Петровны, то есть вы даже не видите смысла политическим требованиям добавлять экономическое. Я участвую в другой оппозиции, про нее в средствах массовой информации ничего не говорится. Я в другой оппозиции. То, что вы понимаете под оппозицией, с моей точки зрения, оппозицией не является. А вы в какой оппозиции, 15-й год? Я взаимодействую, с одной стороны, с Координационным Совещанием Национно-Патриотических Сил, с другой стороны с КПРФ. Я надеюсь, что удастся объединить коммунистов и антикоммунистов и тех и других за свою страну. Понятно. Юрий Болдырев у нас был в студии. Спасибо большое, Юрий Ильич. Спасибо вам.